Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня наша тема пойдет о конденсаторных микрофонах. Сегодня мы затронем такие аспекты, как история изобретения этого устройства. Также поговорим в этом видео об электретных микрофонах. Немного затронем тему ламповых предусилителей в конденсаторных микрофонах. Поговорим про базовые направленности конденсаторных микрофонов. А также поговорим про оттенюаторы и возможности их использования. Приступим! Итак, на дворе 1916 год, и инженер Беллапс Эдвард Кристофер Вента изобретает самый первый в мире конденсаторный микрофон Конструктивно такой микрофон представляет собой конденсатор, один из электродов которого массивный, а второй такая тонкая натянутая мембрана И на этот конденсатор подается напряжение, которое нам уже известно как фантомное В те годы фантомка была 50 или 60 вольт В наше же время стандарта де-факто считается 48 вольт Когда на мембрану действует звуковое давление, емкость конденсатора меняется, что в свою очередь создает ЭДС пропорциональное звуковому давлению Немножечко сложно и непонятно, но я могу объяснить это простым языком Используя принцип конденсатора, можно преобразовать механическую энергию в электрическую, то есть то, что и делает наш микрофон Когда я говорю в микрофон, мои слова по факту являются физическим воздействием на мембрану И эта конденсаторная мембрана, которая находится в микрофоне, преобразует мой физический контакт в электрическую энергию Но конденсаторная мембрана это не единственная штука, которая позволяет преобразовывать механическую энергию в электрическую Также есть и предусилители, встроенные, собственно, в сам микрофон, которые находятся на плате Раньше, первое время, в таких микрофонах использовались ламповые предусилители Поскольку, к несчастью или к счастью, без предусилителя при нагрузке они давали очень маленькое выходное напряжение Вследствие чего приходилось пользоваться ламповыми предусилителями, установленными прямиком в корпус микрофона И ранее это был единственный способ предусиления конденсаторного микрофона Вплоть до изобретения полевых транзисторов Помимо обычных конденсаторных микрофонов, в 20-х годах прошлого столетия были также изобретены электретные микрофоны По принципу преобразования и акустическим характеристикам, они, в принципе, идентичны простым конденсаторным микрофонам Единственное кардинальное отличие в электризации одного из электродов, который как раз-таки является электродом конденсатора Как я ранее уже говорил, по принципу действия электретные микрофоны являются одной из разновидностей конденсаторных микрофонов Как правило, мембрана такого микрофона имеет большую толщину и меньшую площадь Из-за чего характеристики таких микрофонов, как правило, более скромные Но при этом есть и плюсы Такие микрофоны, как правило, дешевле, а также нетребовательны к условиям эксплуатации такого девайса И такие микрофоны, как правило, использовались ранее в радиотехнике И если честно, до сих пор используются, допустим, в смартфонах до сих пор установлены внутрь конденсаторные электретные микрофоны Также, если вы возьмете петличку, в нем тоже будет конденсаторный микрофон, но он будет являться электретным И да, электретные микрофоны, как правило, не требуют поляризации своей мембраны Скажу простым языком, не требуют фантомного питания собственная мембрана Но не забываем, что у микрофона есть, помимо всего прочего, внутренний усилитель Который, кстати, требует фантомного питания Поэтому даже если у вас микрофон электретный, ваш кондер не будет работать без фантомного питания И да, в некоторых микрофонах, вспомним, что в электретных микрофонах также иногда используется фантомное питание 48 вольт Которое питает, собственно, сам микрофон, а не мембрану Но также вспомним, что есть некоторые микрофоны, которые требуют Ну или ранее были такие микрофоны, которые требовали 9 вольт, 12 и 24 вольта Итак, вернемся с вами к теме ламповых микрофонов Да, по сей день производятся микрофоны с ламповым предусилителем на борту Не с пылевыми транзисторами, как это, допустим, в моем случае А с ламповым предусилителем Казалось бы, это же старая технология Но, как, возможно, многим аудиофилам известно Что ламповые микрофоны, они имеют более такой теплый окрас Поскольку пылевые транзисторы не пропускают некоторые звуки А если пропускают, то пропускают их с небольшим искажением Поэтому, как правило, в некоторых дорогих звукозаписывающих студиях Используются микрофоны с ламповым предусилителем Но такие микрофоны, как правило, еще более хрупкие, чем простые конденсаторы Поскольку внутри у них стекляшка То есть стекло Если вы его уроните, то, да, финита ля комедия Придется его чинить и починка, скорее всего, будет относительно дорогостоящим занятием Но и сам микрофон с ламповым предусилителем достаточно очень дорогой И не каждый простой обыватель оценит разницу Конкретную разницу между, допустим, простым большомембранным конденсаторным микрофоном С пылевыми транзисторами и с большомембранным конденсаторным микрофоном С ламповым предусилителем То есть разница будет слышна, если у вас как-то, хоть как-то развит слух Но она будет незначительна, насколько будет значительна разница в цене этих микрофонов Но производство таких микрофонов, как правило, ведется и по сей день Поговорим с вами про базовые направленности конденсаторных микрофонов Конденсаторные микрофоны, как правило, в большинстве своем делаются с кардиоидной направленности Как в моем случае, то есть он пишет вот так примерно, да, позади уже слышно меньше Более глухой звук, если я разверну микрофон другой стороной Меня будет слышно гораздо хуже, поскольку он будет записывать с той стороны То есть будет писать по факту отражение комнаты Либо часть звука, который заходит с другой стороны Есть также супер кардиоидный, который пишет узкую кардиоиду И он пишет гораздо меньше сзади Такой микрофон, как правило, подойдет тем, кто пишется в необорудованном помещении Допустим, как это делаю сейчас я Но, помимо всего прочего, есть также и двумембранные микрофоны И такие микрофоны, как правило, используют разную направленность микрофонов Не только кардиоидную, но также и все направленные Когда он пишет со всех сторон Либо, допустим, стереонаправленность или восьмерка Но также есть микрофоны с тремя и четырьмя мембранами Как правило, это маленькие мембранки и они являются электретными Пример таких микрофонов, допустим, AKG Lira Там четыре маленькие мембраны, расположенные таким вот квадратом То есть две спереди и две сзади И также Blue Yeti, у него три мембраны электретные Я не помню, как там точно было Мне кажется, что две снизу и одна сверху установлена в другой направленности И в таком положении микрофон можно было переключать То есть выключать некоторые из этих мембран И можно было включать, допустим, восьмерку Двунаправленный, стерео и тому подобное Но, как правило, качество такого микрофона оставляет желать лучшего Поскольку лучше уж иметь микрофон с одной большой мембраной И получить достаточно качественный звук Чем иметь маленькие мембранки, как в какой-нибудь петличке Но зачастую для каких-нибудь базовых записей Не для пения, а, допустим, для разговора, для стримов и тому подобное Таких микрофонов достаточно Поговорим про аттенюаторы Да, аттенюаторы это такие штуки Которого, кстати, нет в моем микрофоне Был в микрофоне от Behringer B1 Там были такие тумблеры Это, собственно, и есть аттенюаторы Аттенюаторы это такая штука, тумблер Который позволяет снизить ваш звук до минус, там, 10 или 20 дБ Для чего же нужна эта функция? Поскольку не меняется звуковое давление Включенным аттенюатором можно записывать какие-нибудь резкие громкие шумы Допустим, если вы поставите конденсаторный микрофон на запись вашего комбоусилителя Ну или если у вас большой гитарный кабинет В таких случаях иногда используются динамические микрофоны Которые выдерживают гораздо больше, чем имеется в виду давление Чем конденсаторные микрофоны Но при использовании аттенюаторов Такие микрофоны можно использовать конденсаторные Также можно использовать при записи кабинетов гитарных Поскольку таким образом приобретается гораздо другой звук Нежели у динамических микрофонов И при использовании аттенюатора Ваш звук не будет шкалить Когда вы будете записывать при помощи конденсаторного микрофона Ваш кабинет Собственно, все Все, что я хотел сказать на эту тему, я уже сказал Если я что-то не упомянул или забыл Напиши, как всегда, в комментариях Мы это с тобой обсудим И также с другими зрителями Ну и если тебе понравилось это видео Обязательно поставь лукас И не забудь подписаться Ведь это поможет продвижению моего канала И выходу новых видео Ну а с тобой был дядя Бен Желаю тебе всего хорошего И до свидания Небольшой анонс о выходе нового видео В следующем видео я планирую поговорить про Именно только про конденсаторные и электретные микрофоны А именно, чем же они отличаются И какую выбрать себе для домашней аудиозаписи Если тебе будет интересна эта тема Напиши, пожалуйста, в комментарии Что ты думаешь по этому поводу Собственно, все